всем здравствуйте с вами интернет-магазин k2.ru здравствуйте дорогие подписчики нашего канала в этом видео мы хотим рассказать как отбивать косу на специальном дентгеле аппарате и пару слов вообще о косе сейчас в наше время люди до того отошли от земли вообще качи не понимаешь такое коса зачем она нужна и как ее тащить очень много вопросов по тому как косу тащить и отбивать вот вот один клиент купил у нас косу две коровы пишет что вот я купил там отбил натащил а сразу не косит просто у меня много вопросов к этому клиенту когда он косил за как он отбил вообще посмотреть что из себя представляет вот эта режущая кромка которую он сделал отбитую вот вообще вот косить нужно допустим отбили косить нужно по мокрой траве если трава сухая даже отбитая коса вообще может вообще не возьмет траву второй клиент наоборот купил у нас там несколько кос 80 90 сантиметров натащил присылает видео говорит коса зверь вот к чему я хочу это сказать что разные люди да и кто-то хорошо отбивает кто-то плохо отбивает поэтому в этом видео хотим рассказать про то как и правильно отбить косу но есть способ который не просто сидит моло . вручную до отбивать помощью бабки наковальни использую такой дергей аппарат это очень быстро и не менее качественно чем на не менее качественно а можно же качественный почему потому что моло . мы бьем удар может быть сильнее может быть слабее и режущая кромка она может быть волной да неравномерно данный аппарат дэнгер аппарат это вот изобрели в австрии специальный аппарат для того чтобы косу за что подрежущую кромку сделать идеально ровно вот у нас коса автор вот они приходят там таком запакованном целлофане и специально пластиковым таком защитным кружки валер распакуют это коса сам продавая нашим трек-магазине это коса автор стоит она в районе 2600 рублей 70 сантиметров вот они поставляются нам такие вот запакованы и защитным кантом защитным чехлом идет инструкция кассе способ высокого качества хоть и на кассе написано макфер тик да это что означает с немецкого что-то с а готова к употреблению что это значит значит что здесь заводская отбивка внимание отбивка не ручная заводская машина до машина то есть здесь сделано специально режущий слой режущая кромка выведена вот здесь видно вот этих посмотреть вот она режущая кромка идет идет такая вот за за . видно носичка такая вот но и соответственно косу нужно отбивать и чем чаще вы косу обиваете тем лучше постепенный постепенный накрыл по металла который происходит он упрощается структурой металла коса становится тверже тем больше отбивок тем она становится тверже и соответственно дольше будет держать заточку тирольское изобретение машины швайгера для отбивки косы но здесь даже не отбивка по факту а вытягивание режущей кромки что мы здесь видим конструкция предельно простая однако это оригинал этот оригинал пытались воссоздавать другие производители но только в австрии производится оригинальный аппарат он передает усилия с помощью вот такой систем передает усилия на собственно вот эти две наковаленки расплющиваю до режущей кромочком примерно мили миллиметра два сейчас мы с вами это будем делать и постепенно двигаемся медленно можно уже даже сейчас будет показать разницу то есть вот видно это отбитая часть и таким образом мы будем пройдемся всю косу пройдем целиком вот здесь видно разницу между отбитыми отбитым немножко то есть несколько вот этих несколько несколько миллиметров до расплющиваю вот мы отбили косу для этого мы про прошли три раза на этом дельгин аппарате теперь режущая кромка стала больше более тонкая вот сейчас мы немножко доточим осилком на немножко уберем неровности сама рабочая часть косы лезвия находится где-то вот посредине потому что ни носик ни пятка это не рабочая часть в носик он входит как бы растительность до самого в траву носик тоже для того чтобы разрезать потом уже рабочая самая часть или тут это среди пятка большому счету она как бы сваливает этот вот волокон называется даже нет а вот пятку делаю такую вот как бы такую за как бы который помогает этот волокон делать ну отвалив в сторону скушенную траву так соответственно я еще раз повторюсь чем больше вы отбиваете косу тем она делается лучше тем режущая кромка утончается и упрощается и упрощается отклепки и отбивки так что покупайте косы покупайте молотки покупайте бабки для отбивки косы в нашем магазине году точку покупайте лучше про остальное забудьте